Япония это одна из самых необычных стран мира. Еще в начале прошлого века она была закрытой для остального мира, а теперь здесь бушует технологический прогресс. В состав Японии входит почти 7000 островов. Тем не менее, 97% площади занимают 4 наиболее крупных из них Хансу, Кусю, Сикоку и Хоккайдо. На многих островах есть потухшие и действующие вулканы. Из-за этого проживание там не представляется возможным, так что, несмотря на общую площадь в 388 тысяч квадратных километров, в Японии наблюдается острая нехватка территорий для строительства и сельского хозяйства. Страна окружена водой со всех сторон, благодаря чему у местных жителей нет недостатка в морепродуктах. В то же время, такое расположение заставляет опасаться цунами и землетрясений. Природные катаклизмы – это одна из главных проблем страны, ведь их практически невозможно предотвратить. Самой высокой точкой Японии является гора Фудзияма. В Японии сразу шесть климатических зон. На архипелаге Рю-Кю, например, наблюдается субтропический климат, характерными особенностями которого являются мягкая зима. Остров Хоккайдо в свою очередь удивляет беспрецедентно малым количеством полных солнечных дней, их в году примерно 17-20 и среднегодовой температурой в 8 градусов под Сельсию. Таким образом, можно поселиться как в городах с вечным летом, так и в регионах, где не обойтись без теплой одежды. Однако от осадков нигде не спрятаться, их в Японии выпадает очень и очень много. Интересный факт, многие считают, что лучшим моментом для посещения Японии является начало апреля, именно в это время весна вступает в свои права и повсюду начинает цвести Сакура. Население Японии составляет 126 миллионов 750 тысяч человек. В Японии практически нет беженцев и переселенцев из других стран. Иностранцы обычно приезжают сюда в качестве туристов или в рабочие командировки, после чего отправляются на родину. Япония славится своими долгожителями. Мужчины тут в среднем живут 79 лет, а женщины и вовсе 86 лет. Политический строй Японии – конституционная монархия. Формально лидером страны является император, но на самом деле он не обладает практически никакой властью. Император обычно выступает в роли посла и символа государства, тогда как все важные решения принимает кабинет министров во главе с премьер-министром. Должность императора появилась в Японии в 660 году до нашей эры и династия с тех пор не прерывалась. Экономический рост, начавшийся в Японии в 50-х годах прошлого столетия, позволил стране стать одним из лидеров мировой экономики. По номинальному значению ВВП, Япония занимает третье место, сразу после США и Китая, а также имеет прочные торговые отношения с огромным количеством стран в разных уголках планеты. Автомобили и мотоциклы японского производства являются синонимом слова качества. Даже люди бесконечно далекие от всего связанного с транспортными средствами, без проблем узнают логотипы Тойоты, Хонды, Ниссана и других местных автогигантов. Ввиду простоты добычи, рыбу и другие морепродукты, вывозят из страны в огромном объеме. Сейчас страна очень привлекательна для путешественников. Добираться до страны восходящего солнца лучше всего на самолете. Поезда в Японии очень быстрые и комфортабельные. Япония – это страна замков, так как во времена феодальной раздробленности, подобные сооружения были необходимы для успешного отражения атак противников. Токио – один из самых безопасных городов. Даже шестилетние дети здесь ездят на общественном транспорте без родителей. На севере страны во всех городах тротуары подогреваются, так что гололеда на улицах не бывает. В Японии есть ресторан, где в качестве официантов работают обезьяны. Японская виза оформляется абсолютно бесплатно. Если у вас в документах что-то не так, вам никогда не поставят отказ, вам объяснят, что именно нужно исправить в документах. В Японии выращивают квадратные арбузы. Так японским фермерам проще складировать и доставлять арбузы в магазин. В Японии отсутствуют свалки. Это связано с тем, что весь мусор перерабатывается. Японские ученые подсчитали, что в стране больше домашних питомцев, чем детей. В Осаке есть здание, через которое проходит автотрасса. 16-этажный бизнес-центр называется Gate Tower Building. В Японии категорически не приняты чаевые. Считается, что пока клиент платит за услугу назначенную цену, он остается с продавцом на равных. На улицах можно часто встретить вазы с зонтиками. Когда начинается дождь, японцы берут зонт из ближайшей вазы, когда заканчивается, возвращают его в любое свободное место. В токийском метро заведена специальная должность заталкивателя пассажиров в битком набитые вагоны. В уличных автоматах в Японии можно купить что угодно, от библии до карандашей.